Добрый вечер, дорогие мои! Мы вышли погулять, свежим воздухом подышать. Ну и я вам продолжаю рассказывать о последствиях ковида на наше здоровье и о тех причинах, которые к этим последствиям ведут. И эти причины достаточно серьёзные. Причём практически все эти причины можно поставить нам в вину, поскольку ни медики, ни государство не должно заботиться о том, что мы едим. Ну хотя, когда контрафактное питание в магазинах продают, конечно, должно заботиться. Ну что мы пьём, тем более почему мы курим, ну и другие аспекты неправильные нашей жизни. Так вот, сегодня у нас разговор с вами о главной причине, которую, например, доктор медицинских наук, профессор, преподаватель Александр Плоткин ставит как смертность от ковида. И причиной он эту называет анемию, анемию. Самый большой консультант по анемии у меня, конечно, дочь. Наша Ксения, во-первых, закончив действительно один из лучших вузов и у лучшего, можно так сказать, профессора страны, получив звание онкогематолога, терапевта, педиатра, и сейчас у неё уже много других званий, проработав почти 10 лет в клиниках Москвы, пришла к выводу, что надо не лечить заболевания, а надо их профилактировать. И самая главная профилактика, которую мы должны с вами делать, это следить за своим железом в организме. Нехватка железа – это анемия. Так вот, что оказалось. На момент наступления пандемии, в том числе и в нашей стране, анемия населения, в частности, вот такого населения, как наше, то есть от 50 лет и старше, составляла практически 50%. Но так или иначе, это колоссальная проблема, и одна из самых распространённых в мире заболеваний, ну, может быть, сравнимая с герпесом, там ещё чем-нибудь, да, такого плана. А распространённость анемии, она зависит, различается, зависит от пола, возраста, клиники географических причин, эколого-производственных и всяких других. Естественно, что очень сильно разнятся цифры по заболевшим анемией, по пациентам анемичным, от развивающих стран к развитым. А дефицит железа развивается, когда потеря в сутки превышает поступление его на 2 миллиграмм. И наблюдается при различных физиологических состояниях и заболеваниях. Вот посмотрите интересные цифры, которые показывают, как всё это работает. Вот если мы берём цифры американские, то, соответственно, в ЖДА развивается всего лишь 0,8% мужчин, 12,6% женщин, ну, у женщины крови на ежемесячной основе, и 53% у беременных. Ну, это особая совершенно статья, анемия беременных возникает в силу гендолюции. Может, мы когда-нибудь дойдём до этой тематики и поговорим о анемии у беременных. Ну, по крайней мере, цифра довольно большая. А вот если мы берём Индию, да, которая является классически развивающейся страной, то 6% мужчин страдает от анемии и 64% женщин. То есть мы видим, что это почти в 5% беременных. Ну, это практически все. Если мы берём с вами по группам населения, то тоже обратите внимание, что дети в развитых странах это 12%, если маленькие дети от 0 до 4 лет, а в развивающихся 51%. Если мы берём дети до 12 лет, соответственно, от 7% в развивающих странах в развитых странах 46% развивающихся. Очень характерны, например, цифры по мужчинам, мужскому населению. В развитых странах это всего 2%, а в развивающихся 26%. То же самое касается беременных и пожилых. То есть вот именно в этих группах мы видим колоссальное различие между развивающимися странами и развитыми. К сожалению, Россию в данной ситуации приходится отнести к развивающимся странам, потому что цифры по анемии у нас очень тяжёлые в стране. В среднем в России считается нормальным, если анемия 40-50% в среднем по населению, а есть регионы эндемичные по анемии. Это Восточный Сибирь, Северный Кавказ и приполярные области России. Там анемия составляет примерно 70%. То есть распространённость этого заболевания колоссальна. И, соответственно, я думаю, что не в последнюю очередь эти цифры по смертности от COVID-19 таковы во многом, потому что у нас очень-очень высокий уровень ЖДА в стране. А что такое анемия? Железо в нашем организме прежде всего носитель кислорода. Мы с вами это прекрасно знаем. Но это ещё очень значительная часть иммунной системы. Обратите внимание на вот эту таблицу, она очень важная для понимания последующих наших сегодняшних рассуждений. Посмотрите, вот это приблизительное распределение железа в организме. Гемоглобин, если мы берём в целом, что железо у нас где-то там 3,5-4 тысячи миллиграмм, 3,5-4 грамма, значит, вот посмотрите, гемоглобин 60-65%. Как правило, люди, кроме гемоглобина, в том числе и специалисты, ну, максимум ещё говорят о ферритине. Да, действительно, это занимает порядка 80% всего белка. Всё, извините, всех белков железосодержащих. Но, но, обратите внимание на очень важную особенность, что железо содержится в цитохромах, каталазах, железо содержится в трансферинах, железо содержится в гемоглобине, гемосидерине. То есть, железо содержится ещё очень много где. И влияние анемии, особенно анемии в условиях воспаления, оно очень многогранно. Когда железо становится мало, когда наш организм страдает от этого, то в этой ситуации начинается нарушение функций иммунитета, начинается нарушение функций микроциркуляторных, начинается нарушение цикла Крепса, страдают митохондрии в клетках, причём по всему организму. И система рушится очень серьёзно и очень последовательно. То есть, защитник наш, ряд тех, кто борется с вирусами, бактериями и так далее, макрофаги там и все остальные, они же тоже построены на железе. Они тоже пользуются железом и окислением его. И поэтому наличие железа в организме во всём мире, тем более ВОЗом, ставится как один из главных факторов здоровья населения. Именно по наличию железа в организме ВОЗ предполагает, какое состояние нации. И что произошло? КОВИД, оказалось, действует на систему железообмена в организме и прежде всего тем, что заставляет работать гипосидин. Вот, вспомнил, гипосидин или гипосидин. Этот ген, он вообще-то просто регулирует у нас количество железа. В условиях развивающегося воспаления, видите, мы потихонечку переходим с вами к ковидной нашей ситуации. Значит, пока давайте говорить не о ковиде в целом, там есть свои особенности, а пока поговорим вообще об исполении. В условиях воспаления происходит следующее нехорошая штука. развивается это воспаление и интерлекин-6 очень активно начинает способствовать росту трансляции белка, который называется гипсидин. Про него довольно много жучу известно. Это маленький олигопептид, всего 25 именокислот, но для сравнения, например, в альбумине у нас 585 именокислотных оснований, соответственно, альбумин это такая большая молекула по сравнению с гипсидином. А это классический олигопептид, который играет очень большую роль в регуляции железа. Очень большую. Стало о нем известно где-то лет 25-30 назад, его за эти годы хорошо исследовали. Ну, мне лично, как специалисту, не очень нравится то, что сейчас все с этим носятся, и у меня такое ощущение, что гипсидин это единственный белок, который вообще на что-то влияет. А все остальные просто там как-то отдыхают и не особенно завязаны во всей этой истории. На самом деле, это не совсем так, конечно, но сейчас это очень модная тема, про нее довольно много известно, об этом и расскажу. Хотя, еще раз говорю, картинка на самом деле сложнее. Итак, гипсидин, это 25 именикслотов, именикслотных отсадков, он бакат цистеином, 4 дежуфитных мостика имеются, то есть, такая достаточно напряженная конформация, он синтезируется в печени, всегда считался белком, который реагирует на воспаление, то есть, это один из таких крупных маркеров воспаления. Он формируется, если мы берем гипсидин человека, из центрарминальной части большого 84-аминокислотного предшественника, имеет большую биохимическую активность в силу своей структуры, такой очень энергетичной, и уровень гипсидина увеличится в 100 раз и более при развитии тяжелой инфекции. Вот в условиях COVID-19 мы как раз фиксируем в 100 и более раз, бывает 300 и 500 раз, и тысячу раз бывает больше гипсидина, чем в норме. А гипсидин, значит, избыток железа, последние работы, которые были по этому поводу, избыток железа сам по себе индуцирует синтез гипсидина гепатоцитами, но при этом РНК гипсидина, что хорошо уже исследовано, экспрессируется как при повышении уровня железа, так и при воздействии индуктора воспаления, то есть, тех самых интерлекинов, которые, которые как раз таки завязаны в цитокиновом шторме. Соответственно, гипсидин является отрицательным регулятором выхода железа макрофагом. То есть, он не просто блокирует выход железа через ферпортин из базальной части эпителия тонкокишечного, а он еще, вдобавок ко всему, не дает возможность макрофагу отдать железо. А макрофагу, который поглощает избыточные эритроциты, соответственно, он блокирует и то железо, которое выходит через ЖКТ, и то железо, которое находится в вертикутной системе. То есть, фактически полностью лишает возможность организма для пополнения, естественно, пополнения железа. И экспрессия, гиперэкспрессия гипсидина, которую мы имеем в ситуации с COVID-19, она, естественно, ведет к очень острому железодефициту, который не компенсирует в таких случаях прямым приемом пероральных препаратов, поскольку, естественно, он просто не дает возможности железу выйти в плазму. И пить препаратов можно сколько угодно. Гипсидин в данной ситуации запрет это делать полностью, поскольку он блокирует действие эфиропартин. Соответственно, как происходит эта вся история, как она происходит, последует. Значит, бактерии и патогеноспецифические молекулы воздействуют на макрофаги и печеночные клетки кукфера, где, собственно, происходит синтез трансляции гипсидина. И дальше вызывает продукцию трилекин-6. И трилекин-6, понятно, да, то есть это классический совершенно трилекин, он стимулирует синтез гипсидина в печени индукции его рибонуклеиновой кислоты. Вот эта картинка очень хорошо показана. Обратите внимание. Воспаление через антигены на макрофаг, интервекин, гипсид, трансляция гипсидина, и дальше блокируется всасывание железа в кишечнике и реутилизация железа из макрофагиальной системы. Вот такая достаточно несложная картинка, но она хорошо показывает нам, как это завязано одно с другим. Воспаление в данном случае мы можем сказать, что это ковид. Вот. То есть вот по такой классической схеме у нас развивается железный дефицит при ковиде. Этот ген блокирует вход железа в клетку. Поэтому мы с вами задыхаемся. Поэтому у нас отмирают от недостаточности кислорода клетки тканей, то есть ишемия. поэтому мы с вами умираем. Он считает, что особой смертности, количество смертей, как минимум говорит 50% смертей, именно из-за этого процесса сердце останавливается, потому что не хватает кислорода, потому что много этого гипцидина и потому что аномия была у человека. То есть уже практически доказано, что те, кто умирает, внезапно умирают, как правило, люди, у которых была аномия. Так вот, есть еще одна хитрость, тоже он ее объясняет там в своем ролике, что у обычного человека, если он не болел ковидом, как раз показатели на гемоглобин и ферритин дают понимание, а сколько же у него железа, есть у него аномии или нет. Лично вот Ксения у меня все время так и просит, сделайте анализ, в котором включен обязательно еще и ферритин, потому что одного железа в гемоглобине, то есть крови недостаточно, надо чтобы он был еще и в тканях для так что происходит сколько бы железа у вас здесь не было ни в гемоглобине, ни в ферритине, это не дает вам гарантии, что вы не умрете от недостаточности кислорода и что ваши ткани не умрут от недостаточности кислорода поскольку еще раз повторяю вот этот гипсидин он блокирует вход его в клетку поэтому у меня вот лично очень хорошие показали анализы гемоглобин 141 или 142 для мужчины это очень хороший показатель а у матушки например был не очень хороший и ксения прописала не только лекарства но и специальные витамины которые это железо содержащие лекарства продвигают в клетку так можно сказать поэтому дорогие мои по-любому болели вы не болели следите за тем какой гемоглобин следите за тем какой ферритин точнее следите за тем какое железо у вас сколько железа у вас и боритесь с анемией сегодня один вирус завтра другой вирус послезавтра уйдет этот вирус придет другой но как ваши дети так и вы остаетесь под ударом если у вас или у ваших детей анемия больше того вы остаетесь под ударом не только вот вирусных заболеваний но у детей с анемией огромное количество других проблем как у нас с вами если у нас анемия это и давление это из-за дыхания и все остальное поэтому я не могу вам сказать что пойдите к Ксении и проконсультируйтесь она действительно там достаточно выборочно этим занимается но но сами для себя вот просто возьмите как мотив вот этот страх этих смертей если 50% умерло хотя у нас и так считается что на планете за год миллион человек умирает именно из-за железодефицита из-за анемии и последствий этой анемии я-то вам привел примеры развитых стран и развивающей страны как у нас совсем плохи дела в странах низкого развития и там очень большие проблемы от этих анонимей вот такой секрет и вот такой мой вам совет что обязательно следите средств увеличения железа достаточно много достаточно много но я вас предупреждаю что если у вас вот такой постковидное проблемы с железом которые не зависят от количества железа а зависит от количества этого гормона который его блокирует то здесь очень надо осторожно подходить к этому вопросу поскольку если вы начнете излишне принимать железо когда оно у вас есть оно просто не используется у вас могут быть другие проблемы поскольку излишки железа они также не хороши и также приводят к определенным проблемам в организме излишки железа видны темными пятнами которые появляются видели таких людей у которых темные пятна начинают появляться там на теле я вам так скажу это либо грибок такой вызывает либо излишек железа это тоже и то и другое опасно поэтому надо внимательно к этому относиться ну вот и все следите за своими аномиями здоровья всем следите за своим железом вы должны быть защищены вот Ксения всегда говорит что железо это защита я бы даже привел такой аналог смотрите вот вы живете и собираетесь защититься от вирусов у вас есть иммунная система которая как боевые орудия ждет нападения но у иммунной системы у этих орудий должны быть патроны должны быть снаряды железные снаряды а у вас в организме всего 50% от необходимого так как ей действовать как ей здесь поступить вот поэтому опять я скажу так мы с вами и виноваты что эти снаряды вовремя не подвезли вовремя не накопили просто питанием накопить их почти нельзя есть какие-то сейчас вот вы найдете списки купите вот эти продукты купите эти продукты свежее мясо поставщик ферритина 2 то есть того ферритина то есть феррум 2 того железа который идет в организм но у нас такая экологическая обстановка у нас такой воздух у нас такие стрессы что мы тратим все что в питании приходит хотя и в питании это уже недостаточно и поэтому в общем-то читайте доктор Ксения в инстаграме там у нее много хороших статей на эту тему и вы все поймете где его брать и как за ним следить здоровья всем радости аминь непосредственно Guys не many поздоров друг тебя и , что я но оно из что вместо нас что